Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемые дети старше 16 лет. В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, долгожданная пятница. Мы все рады, мы все счастливы. Мои уважаемые гости сегодня улыбаются. Я думаю, что же хорошего случилось в их жизни именно сегодня, именно в пятницу. Да ничего особенного, просто конец недели, просто есть возможность подвести финансовые итоги и спокойно встретить выходные. Так вот, сегодняшний разговор веселый, жизнерадостный, непринужденный мы будем вести в компании следующей. В гостях сегодня Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и ФД Капитал. Добрый вечер, гостя. Добрый вечер. И Павел Подилько, управляющий активами, смотри, внимание, М2М, Приватбанк. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну я уже спросил, все у вас хорошо, все у вас замечательно, я очень этому рад. Для слушателей анонсы, их много, кстати, вам тоже будет интересно. Ну, во-первых, первый главный анонс, да, что мы уже третий раз, по-моему, или четвертый даже, выходим в прямом эфире, когда демонстрируем видео на сайте finam.ru в разделе вебинары. Сейчас большая часть клиентов Финама присоединяется к нам. Будут задавать острые вопросы, Костя, так что ты имей в виду, не сильно расслабляйся по этому поводу. Там ребята еще те, да. Вчера, кстати, мы с этой точки зрения тоже вот встречались с вашими коллегами и посетовал один из них, говорит, ну что же мы про рынок так и не поговорим, что ли. Все время надо отвечать на вопросы теперь, а их действительно огромное количество. Ну, да ладно, мы найдем время поговорить и про рынок, и не про рынок, и, может быть, даже пару анекдотов, не относящихся ни к чему, я сегодня вам расскажу. Ну, что ж, вот такие вот вступления. Да, телефон на всякий случай 6510996, код Москвы 495, значит, сайт компании finam.fm. Все это возможно для того, чтобы позвонить или написать, задать вопрос. И начнем традиционно с картинным маслом. 1806 в Москве. Что же творится на обожаемых нами финансовых площадках? Итак, основные индикаторы американского фондового рынка сейчас торгуются в отрицательной территории. Правда, не сильно низко, потому что Dow Jones теряет 0,05%, CP теряет 0,07%, ну, практически в районе ватерлиниевого находятся, и ничего особенного. Сырьевые рынки и Forex. Brent 109 долларов за унцию, чуть прибавляет. LightSuite в районе 85-86, также болтается. Золото, вот оно, золотце, я бы, если позволите, так назвал его, золотце. Золотце сегодня опять стукнуло в 1700, а сейчас уже 1716 долларов за тройскую унцию. Буквально в течение двух с половиной часов 16 долларов на унцию прибавило с хорошим объемом. Вот оно, мама не горюй называется. Хорошо. Ну и основные индикаторы рынка валютного. 1,2928. Это евро-доллар, собственно, да. 1,29 была попытка пробить вниз, не удалась. И причиной тому стало. Сейчас мы об этом будем говорить. Прежде всего, еще основной набор наших голубых фишек разнонаправленно. Правда, я смотрю, что-то тут какие-то Лукоил минус 2%, АвтоВАЗ минус 3%. Боже мой, что происходит? Сбербанк процент теряет, Русгидро больше, чем процент. Я как-то на это не смотрел сегодня раньше, а оно вон что. Ну ладно, все это мы сейчас и обсудим с моими гостями. Еще раз напомню, Константин Гуляев, Павел Поделько, давайте, собственно, начинать наш разговор. Итак, известные события, последние, недавние, точнее, события, вот эти вот, были связаны во многом с сегодняшней статистикой по Америке. Да, Кость, что там было сегодня? Расскажи. Сегодня важные данные выходили в 16.30, ВОП США за третий квартал. После вчерашних данных по заказам товара длительного пользования, некоторые инвестиционные дома предупреждали о том, что данные могут быть хуже ожиданий в 1,8%. Напомню, что за второй квартал американская экономика вырылась на 1,3%. Вот, но, тем не менее, вопреки всяким предупреждениям, опасениям, данные оказались лучшей ожиданий, прежде всего 2%, и прежде всего благодаря личным расходам американских потребителей. Именно спрос на товары длительного пользования и недлительного пользования вывел, сделал основной вклад в рост ВВП и привел к таким значениям, потому что бизнес-инвестиции составляющая была фактически нулевой. Государственные расходы были положительные, но это далеко не самый главный фактор в американском ВВП. Запасы повлияли отрицательно, ну и, естественно, чистый экспорт тоже был отрицателен. Поэтому, вот, два фактора, в общем-то, это личные расходы покупка товаров, ну и немножко, конечно, помогло в составе бизнес-инвестиций, это расходы на, в общем-то, жилищное строительство. Потому что все мы понимаем, что, знаем, статистика последняя, которая выходит по жилью, она гораздо лучше, в общем-то, ожиданий, идет восстановление и продаж, и цен, и нового строительства. Вот, и поэтому, конечно, это нашло отражение в ВВП. Поэтому неожиданно так ВВП вышел лучше и второго квартала, и ожиданий. И это привело к тому, что американские фьючерсы, которые торговались в существенном минусе с самого утра, и российский рынок, который был в существенном минусе, ну вот, как мы сейчас вот услышали, многие акции там и пребывают пока, но, тем не менее, это дало оптимизм. Ну, а отрицательное, как бы, вот то, что сегодня такой был очень пессимизм и много с утра, это было связано, прежде всего, с корпоративной отчетностью, в частности, американские компании, которые отчитывались после вчерашнего закрытия уже рынка в Америке, это Apple и Amazon. Они продемонстрировали, в общем-то, не очень хорошие результаты, ну, скажем так, хуже ожиданий, и самое главное, что их прогноз на четвертый квартал был разочарованием для рынка. Спасибо, спасибо, спасибо за замечательный комментарий, я, если, Паш, извините, перед тем, как ты выступишь, озвучу вопрос, ну, полностью озвучу, извините, что мне называют слабость, пишет Никита, пишет он так, спасибо за любимую передачу, всем профитного завершения недели. А теперь вопрос, трейдеры и управляющие не дураки, они и так знали, что ВП США за третий квартал нарисуют лучшие ожидания, слово нарисуют, я подчеркну, у него оно обычным шрифтом, слово нарисуют, да, потому что действительно некая политическая составляющая, да, все-таки именно в сегодняшней статистике она присутствовала, так и есть. Как думаете, двойное дно все-таки развернет, ну, тут сленг пошел, ну, S&P 500, двойное дно, почему двойное дно только ты пишешь, двойная вершина, наверное. Ну, не важно, ладно, что касается, Паш, как ты думаешь, что касается вот этого, нарисуют лучше ожиданий? Ну, нарисуют, не нарисуют, у нас уже последние, там, два или три месяца инвестдома ожидают ВВП, заниженные данные, на мой взгляд, они выходят повыше, получше, да, возможно, это политический какой-то момент и так далее. В принципе, что мы имеем? Мы имеем стимулирование экономики, тем или иным образом, да, там, КУЕ-3 и так далее, как оно там. Кстати, я прошу прощения, скажите мне, пожалуйста, вот нынешняя статистика, она уже с учетом КУЕ-3? Я думаю, что нет. Пока это еще без учета. То есть, Америка так и будет заниматься стимулированием экономики, им это надо, да, потому что, если это все упадет, упадет все. Касаемо S&P, ну, я посмотрел по Dow Jones для начала, да, то есть, S&P, на мой взгляд, повторит максимум, который был не так давно. Dow Jones обновит максимум, который был, да, там, 13800-14000. После этого я бы не питал каких-то какого-то там оптимизма и надежды на то, что рынок продолжит расти. Мы видим прогнозы на четвертый квартал компании хуже, да, при отчитывается компании и так далее, да, то есть, это будет уже, наверное, начало следующего года и так далее, да, что рынки существенно выше от тех максимумов, которые были, я говорю сейчас про Америку, в первую очередь, не пойдут, пока не пойдут. — Соответственно, я ожидаю повторения максимумов, да, скорее двойная вершина, нежели двойное дно. — Ну, дно-то, да, действительно, откуда там взялось. — Да, да, то есть, я ожидаю повторения максимумов до конца года, может быть, даже в ближайшие 2-3 недели. — Ну, то есть, до выборов или все-таки уже после? — Я думаю, что к выборам, да, и до 8 ноября. — До 8 ноября? — Да, до 8 ноября я ожидаю именно по Америке хайов максимумов. — Но обновляться они не будут, да, на твой взгляд? — Доу-Джонс обновит, то есть у Доу-Джонс 13800, возможно, 14000 S&P, там, я по фьючерсу смотрю, 1474, 1478, да, 1480, такие ориентиры. Но на этом пока все, да, то есть... — На этом праздник закончен. — Я привержен сценария, да, который озвучивал раньше, да, то есть, ну, с декабря, да, январь, мы все-таки в следующий год будем... — Падать? — Да, да, то есть, ну, я не ожидаю хорошего года, там, 2013-го. — Ну, это в основном связано с fiscal cliff, да? — Да нет, нет. — Ты, по-моему, об этом и говорил, собственно. — Нет, нет, и это тоже, это потом будет как причина. — Ну, понятно. — Да, то есть мы объясним. — Надо будет чем-то объяснить. — Да. — Ладно, хорошо, мы сейчас с вами послушаем новости. Настя Юрьева подготовила огромное количество новостей, потом продолжим. — Итак, друзья, мы продолжаем, продолжаем Финнам-ФМ, продолжаем сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, обсуждаем финансы, подводим финансы в итоге недели. В гостях сегодня Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований ФД «Капитал» и Павел Поделько, управляющий активами М2М «Приватбанк». — Добрый, добрый, добрый. Значит, собственно, прервались мы, ушли на новости, когда говорили, да, когда говорили, собственно, на сегодняшней статистике по штатам, ну и вообще Паша свою позицию озвучил, да, говорил, что мы еще хаи увидим, может быть, даже там небольшой взлет, а потом все будет хуже, хуже и хуже. Это и пессимизм, я тебе хочу сказать. Тем более, что, смотрите, вот такой есть вопрос. Сейчас я его открою. Во, 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 Андрей спрашивает. Как раз тебе, видимо, я его адресую. А в дико... Причем я так интонационно сейчас попытаюсь, да, как я это вижу. Андрей говорит так, а в декабре не будет новогоднего ралли? Мы будем без подарков? Паша, отвечай Андрею. — Ну, новогоднее ралли у нас случается, когда, начиная там с октября, в ноябре, да, потом мы в декабре это называем предновогодним ралли. Ралли будет, ну, правильно выбрать актив нужно. — Понятно. Ну, ты какой бы рекомендовал правильный, правильный актив? — Золото, платина. — Серебро. Возможно, нефть. Но меньше. Хорошо, хорошо. Сразу давайте вдогонку. Слушатель с сайта, Тимирязев, его фамилия, ну, надеюсь, либо просто он так себя называет ласково. Тимирязев. Причем, вчера, по-моему, он тоже этот вопрос задавал, я помню, по крайней мере, 200-дневную скользящую среднюю. Продавит ли золото до 200-дневной скользящей средней? Я напомню сразу, помогу вам, поскольку у меня графики перед глазами, да, 200-дневная проходит в районе 1760 долларов за унцию. И просит он также прогноз по золоту до конца года, Кость. — В смысле, вырастет ли золото выше этой отметки? — Нет, наоборот, она снизу сейчас, 200-дневная скользящая средняя, проходит сейчас, а, неправильно, 1600, конечно. — А, 1600, поэтому... — 1600, конечно, извини, пожалуйста, я оговорился, 1600, вот продавит ли ее до нее, чтобы подобрать ее оттуда? Ну и прогноз по золоту до конца года. Сейчас текущая котировка, да, от 1700 отскочили, 1716. — Ну, если конкретно по золоту говорить, что я допускаю, что 1660 — это уж не такое большое... — Да, не так далеко. — Ну, низкое значение от текущих уровней вполне возможно мы можем увидеть, но вообще общий взгляд на драгоценные металлы, на золото, на серебро, если брать так до конца следующего года, то скорее, конечно, позитивный. То есть мы, в частности, делаем тоже ставку на этот блок активов, на драгметаллы, выбирая золото и серебро через, там, можно входить через ETF, ющерс, но как кому угодно, но, в принципе, взгляд позитивный. Хотя, вот, скажем так, в ближайшее время мы вполне можем увидеть 1660, это как бы, это, по крайней мере, нет, там, не 1560, не 1460, потому что это вполне осязаемый уровень. — Ну, конечно, конечно, не так далеко, Паш. — Немножко вклинись в разговор, да? — На мой взгляд, 1690 по золоту хороший уровень поддержки, в принципе, 699, ну, плюс-минус... — Ну, 1700 уже... — 1700, да, мы видим отсюда отскок, плюс-минус два дня золото может 1690 показать, еще я допускаю, но, если мы говорим до конца года, 1840 — это первая цель, начало года — это 2000 районов этих значений. — Почему это именно такие высокие уровни, потому что золото будет выступать, ну, неким защитным активом опять, каким он всегда является, как я к нему и отношусь, именно защитный актив. — То есть малейшие какие-то кризисные явления и так далее, да, то есть начнут об этом говорить, золото будет стоить дорого, дороже текущих цен, существенно дороже. — Ну да, да, я согласен, причем забавно, что золото становится защитным активом, уже защищаемся от всего, скоро мы будем защищаться, я не знаю, там, от погоды в золото покупая, да, от природы, от колик в животе будем покупать золото уже просто. — Ну, золото не такой волатильный актив, да, чтобы, купив золото, потерять там 15%, да, сразу, да, то есть динамика инструмента такова, что она, ну, можно считать защитным. — Понятно. Вопрос Никиты. Именно двойную вершину имел он в виду, наразить ошибся, это вот, собственно, так он оговаривается. — Радость, пишет дальше Никита, связана с долларом. Видимо, много долларов у него. — Можете пояснить, почему рост американских фондовых индексов приводит к падению доллара США против рубля? Вот цитирую я его, да. — Растет Америка, растет РТС, растет рубль, поэтому падает доллар. Не могу разобраться, поясните, пожалуйста, в чем тут дело. Кость, поясните. — Ну, тут все очень просто. Конечно, когда позитивное настроение на рынках, растет рынок, растет евро против доллара, как обычно, да, и растет нефть, соответственно, евро и нефть влияют на укрепление курса рубля, если там ничего, каких-то потусторонних факторов вне рыночных не происходит, соответственно, доллар ослабевает по отношению к рублю. Поэтому, когда все хорошо, рубль растет по отношению к доллару, доллар падает. И наоборот. — Ну да. Ну, то есть, взаимосвязь тут у тебя правильная, на самом деле. Тут причинно-следственные, видимо, какие-то, да, моменты могут быть нарушены. Паш, добавишь что-то? — Ну, все просто. — Все просто, да. — Даже как-то неловко добавляет, да? — Да. — Я понял. Так, в двух словах спрашивает Иван. Ваше отношение к прошедшей неделе, во как. Ну, я предполагаю, что он имеет в виду отношения именно с точки зрения движения финансовых рынков, да, а не каких-то других. Какое твое отношение? Ну, в двух словах имеется в виду, как неделю характеризовал? Хорошая, плохая, что там? — Неделя плохая с точки зрения удерживаемых позиций, да. Но в то же время хорошая для того, чтобы эти позиции увеличить, на мой взгляд, в акциях, да, если мы говорим про акции. Ну, мы говорим про акции. — Ну, да. — То есть снижение цен имеет место быть. На мой взгляд, это очень хорошая возможность покупать и российский рынок в том числе. Еще рынок у нас не закрылся. Все-таки хотелось бы увидеть, что потери за неделю будут не такими большими, да, там, процент полтора, быть может, может быть, поменьше. В принципе, в принципе, хорошая консолидационная еще одна неделя, да, то есть пока есть консолидация, можно собирать. Ну, уже неделя закрылась, да, то есть уже, я думаю, на следующей неделе мы увидим результат какой-то. Возможно, будет существенный рост. Кость, ты что скажешь? — Ну, у меня тут немножко расходится мнение на краткосрочную плану. То есть, в общем-то, я бы сказал, что неделя, конечно, для лонгистов плохая, понятно, для шартистов хорошая. Но, с моей точки зрения, мы этой неделей пытались неоднократно пробить важные уровни поддержки по индексам. В общем-то, как по СНП, так и по РТС и ММВБ. И, в общем-то, мы их фактически пробили, но еще не закрепили успех. Скажем, успех, ну, в кавычках, естественно. — Ну, понятно. Вот. Понятно, что выборы в Штатах конкретно, да, вот, начало ноября создает такую не очень предсказуемую ситуацию, когда, в принципе, рынок может, американский, двигаться в не очень логичном ключе. И, соответственно, это придет такой внерыночный характер во всех активах. Но, вот, с моей точки зрения, сейчас, если мы берем индекс американский, S&P 500, то я думаю, что он продолжит падение, и поддержкой выступит 200-дневная скользящая средняя, как это очень часто бывало в последнее время. То есть это где-то 1380 пунктов. Ну, это небольшое падение, это примерно где-то от текущих уровней порядка 3%. Вот. Я не думаю, что до выборов в Штатах мы что-то увидим более серьезное какое-то снижение. Что это будет означать для российского рынка? Для российского рынка это будет означать, что индекс МВБ уйдет ниже поддержки 1440-1450, и, наверное, где-то там 1400 мы сможем попробовать пробить. Вот. А вообще, как бы, таргет на, скажем, ближайшие недели это 1350 по МВБ. Вот. И, в общем-то, после выборов в Штатах я тоже особо ничего хорошего не жду. Так что вот как раз позиция на краткосрочную и перспективу, да, вот, перспектива месяц, она у меня негативная. Вот. Что касается на конец года, я думаю, что если будет коррекция, мы как раз можем как-то подкорректировать в положительную сторону. А вот что касается на долгосрочную перспективу, на 13-й год, здесь я с Павлом согласен. Я не испытываю иллюзии, эйфории. Считаю, что следующий год будет очень вязким, тяжелым. Это не значит, что по некоторым активам мы не увидим роста. Я думаю, что мы увидим рост и по нефти, и по драгметаллам, и по нашим акциям. Но как общий, вот, как бы, общий результат. То есть это непозитивный рост все же, да? Непозитивный. Ну, это рост, он всегда происходит, даже на негативном. Конечно. Когда все плохо, то есть бывает... Все равно что-то растет. Конечно. Вот. И такие отскоки бывают достаточно стремительные. Но если брать общий фон, думаю, что будет все не очень хорошо. Я понял. Сегодня много вопросов именно по американскому рынку. Ну, давайте я быстренько сейчас прочту. Иван спрашивает. Индекс РТС упал. Курс акций самой дорогой компании Apple упал. Dow Jones Industrial упал. Да и вообще конец недели мизерный. Что нам ждать дальше? Вот все это упало. Apple, кстати, почему завалился? Тут еще один есть вопрос. Что, типа, Apple такая капитализация, отчетность неплохая, да? Не очень хорошая. Не очень хорошая, да. Но свалился он здорово. Это что? Это рыночные какие-то вещи, не рыночные? Ну, это... Откорректировался. Постараюсь ответить, да. Одно из правил золотого портфеля, есть такое понятие золотой портфель, не держать акции Apple в этом портфеле. Каким бы он бриллиантовым не был. Что произошло в акциях Apple? Ожидание, да? То есть вот она коррекция. Компания, на мой взгляд, еще вырастет, еще покажет те цифры, которые прогнозируют инвестиционные дома, американские и так далее. То есть сейчас это нормальная коррекция. Если мы посмотрим на американский рынок, это та же самая нормальная коррекция. Сколько? 70 пунктов скорректировался S&P. То есть это порядка, скольки получается? 5-7 процентов. Это нормальная коррекция. Ну, то есть ничего страшного в этом нет? Сейчас, вот на текущий момент, ничего страшного я не вижу. Паша, извини, сейчас пойдем на новости. Я вам анекдот расскажу обещанный, не относящийся ни к чему. Василиса Прекрасная вышла замуж за Ивану Дурака и стала Василиса Дурак. Давайте слушать новости. Итак, в Москве, в Москве 99,6. Финам.ФМ. Параграмма «Сухой остаток». Продолжаем подводить финансовые итоги недели. Давайте отвечать на вопросы. Их много. Их много. Вопросы касаемо валютного рынка. Формула спрашивает. Как будет вести себя главная валютная пара до конца года? Вот так вот. Ни много, ни мало. Кость. Как она будет вести? Главная валютная пара где? На мировом Форексе или в России? Я думаю, что да. Евро-доллар имеется в виду или что? Ну, наверное, евро-доллар. Одна валютная пара. Ну, самый, наверное, удивительный сейчас для меня актив — это евро. Удивительный он тем, что он должен быть, с моей точки зрения, гораздо ниже, чем он торгуется сейчас по отношению к доллару. То есть я бы не удивился, если бы он сейчас торговался в районе 1.20, 1.20-2, но он торгуется в районе 1.30 и даже иногда делает попытки оторваться чуть выше. Да, конечно, да. Я думаю, что вообще вся эта ситуация с ЕЦБ выкупом, вот этой программы выкупа облигаций, ведь Испания не обращается за помощью, соответственно, не могут ЕЦБ задействовать эту программу. Вообще эта программа, может быть, конечно, не только для этого выдумана, но и поддержка явно сейчас, вот смотрите, даже если негатив на рынке, то доходности Италии и Испании раньше они сразу взлетали. Евро сразу падал. Сейчас мы видим, что евро особо, он, конечно, снижается, но не так сильно, он быстро отскакивает. Доходности в Италии и Испании, они опустились, причем до сильных, достаточных уровней поддержки, там 5.50 по Испании важный уровень. Вот. И, в принципе, особо не взлетает. И вообще, как бы, такое ощущение, что сейчас не еврозона нервирует в первую очередь инвесторов, что было вот еще летом. А именно какие-то проблемы мы видим и в Китае, там, да, корпоративная отчетность не очень хорошая в США, вот этот за третий квартал. По еврозоне вроде все хорошо. В общем, я думаю, что может быть частично такая поддержка в евро. И вообще, вот такие высказывания достаточно позитивные со стороны ЕЦБ в последние месяцы, они были связаны с тем, чтобы пройти вот этот, скажем так, период рефинансирования. Дать возможность странам, которые испытывают серьезные проблемы, таким как Испания, рефинансировать свои долги. Это речь идет о там многих и многих миллиардах долларах. Вот. Соответственно, после того, как они решат эту локальную проблему на этот год, возможно, поддержка не будет так сильно ощущаться. И мы увидим снижение и по евро-доллару, и, может быть, рост доходности облигации. Понятно, что в облигациях еще, естественно, ожидания работают того, что Испания все-таки обратится за помощью. И ЕЦБ начнет скупать. Поэтому вроде как сейчас спекулянты не играют на рост доходности. Но любое изменение баланса, потому что же ничего, в принципе, физически-то не происходит, только все на уровне слов пока. То есть если будет какой-то баланс смещен в другую сторону, то мы увидим, конечно, и рост доходности. Поэтому мне кажется, что вот в ближайшее время здесь будет поддержка в евро-долларе. Но если говорить до конца года, так как я все-таки жду, что, по крайней мере, до декабря пройдет достаточно такая ощутимая коррекция, не обвал, коррекция, скажем так, то все-таки думаю, что к концу ноября мы увидим существенно более низкие уровни по евро-доллару. Более низко, чем сейчас. Чем сейчас. То есть это будет где-то, наверное, ниже 1.25. Я ожидаю, что до этой коррекции евро-доллар будет стоить 1.34. То есть такое значение, я думаю, мы увидим. Ноябрь это будет. Скорее, ноябрь. Ну то есть ты не исключаешь, да, ближе к новому году снижение, но перед этим зайдем в район 1.34. Ну то есть это в целом характеристика текущего рынка, неважно, Европа, Америка, Россия в меньшей степени, но все равно, да, валютный рынок. То есть заход вверх, после чего начало, на мой взгляд, затяжной коррекции. Причем вот я Костю внимательно слушал, если я правильно понял твою мысль, ну или часть ее, то все, что делает сейчас ЕЦБ, направлено именно на то, чтобы растворить нервозность на рынке. Потому что проблемы завернутся, но на них рынок не будет реагировать так, как мог бы сейчас это сделать, рухнул бы просто и куда-нибудь там в тар-тарар. Ну конечно, Драги, в общем-то, он сделал очень многое, чтобы успокоить, по крайней мере, рынки. Вот, и, конечно, мы видим по факту, что это, в принципе, удалось. То есть проблемы-то, они остаются, но по движению, как бы, котировок, вроде бы все неплохо. Вроде бы неплохо, да. То есть евро серьезно отскочил, да, там понятно, что закрывались шарты накопленные, это очень усилило движение вверх. Сейчас как раз вот накопленных шартов совсем немного, по сравнению с тем, что было летом. Вот, но мы видим, что доходности более-менее вменяемые. Так, хорошо, давайте еще один вопрос. Так, про Apple мы уже поговорили. Что с Роснефтью? Паш, что с Роснефтью? С Роснефтью все хорошо. Я думаю, в бумаге потенциал порядка 70-10% еще есть. 7-10%. Да, 7-10%. Ну, если по цифрам, это 242-247. Может быть, это поменьше, там, и так далее. 250, может быть, мы и 260, до сделки, до завершения полного увидим, да, там, а потом мы увидим, что будет стоить там 240. Вот, поэтому, в принципе, краткосрочно. Я бы так сказал, две трети движения, бумага прошла. Две трети движения, вот это, да, связано с тем... Да, есть еще одна треть. То есть на этой сделке акции Роснефти, расписки Роснефти будут дорожать. Хорошо. Так, у нас есть звонок, давай послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Да, добрый вечер, это Владимир. Да, Владимир. Да, хотел спросить такой вопрос. Значит, вот, если корреляция, да, которую я наблюдаю, и индикатор такой, как евроавстралийский доллар, он все время, ну, как бы, показывает отношение, мне кажется, аппетита к риску, да, и в свете вот сказанного вашими аналитиками, что если СНП будет, там, и Билл Джонс обновлять, или приближаться к максимуму, то вот можно ли встать по евроавстралийцу вверх? Вот такой вот вопрос. Я понял. Спасибо. Спасибо. Я обычно не смотрю кросс-курс австралийского доллара к евро, я смотрю австралийский доллар к американскому доллару, потому что это, конечно, важнейший просто показатель именно настроений, потому что это является... Извини, пожалуйста, я вот к Владимиру апеллирую сейчас. Володь, ну, на самом деле, инструмент, который оценивает пикет рисков, все-таки это классический австралийский доллар против доллара, а не евро против австралийца. Ну вот, и, в принципе, мы видим, что австралийский доллар очень себя хорошо чувствует в последнее время против американца, и здесь еще из последних новостей добавило, скажем так, уверенности в австралийском долларе, то, что вышедшая статистика по инфляции, она была хуже ожиданий, то есть инфляция повыше была, и эти ожидания по какому-то возможному смягчению со стороны австралийского банка, они пока расселись, пока там движение вниз по ставкам, наверное, не будет происходить, и, соответственно, это повлияло на большую, скажем так, уверенность в росте австралийского доллара по отношению к американскому. Поэтому это, мне кажется, сильный достаточно индикатор, в принципе, настроения, и не думаю, что на коррекции, конечно, мы можем паритет пощупать сверху вниз, да, но... Ну да паритет тоже я тебе хочу сказать, я на график опять смотрю, вот сейчас очень хороший уровень 1.02, да, то есть вторая фигура, вот она уже в четвертый раз отталкивается и делает это убедительно, и на самом деле абсолютно и фундаментально, да, у нас пока особых ожиданий нет. Это, в принципе, этот индикатор, он достаточно имеет такой, я бы сказал, среднесрочный характер, то есть по нему можно ориентироваться именно вот, примерно понять настроения, которые будут в ближайшие месяцы. Среднесрок и, соответственно, дневной график. Если вы используете их анализ, то логичнее смотреть на дневной график и внутри дня особенно не лезть, потому что... Потому что потому... Так, ладно, Паш, к тебе вопрос. Ну, вопрос к обоим, ну, поскольку твоя очередь выступать. Вопрос от Макса 33. Что случилось с Северсталью? По прогнозам в ноябрю стоимость должна увеличиться на данный момент с 380 до 450 рублей. Вот чьи-то прогнозы. Как еще раз говорят? Макс, Макса, Макса, Макса. Непонятно, как назвать. В общем, слушатель начитался прогнозов и переживает сейчас. Что ты скажешь? Ну, я просто по Северсталью, в принципе, оптимистично смотрю, но цель немножко поменьше. 400, 446, 450. Ну, ты педант. Ну, 450, я сказал, ты говоришь, 446. Ну, вот. Ну, хорошо. Хорошо. До копейки давай больше. Северсталь – это общий рынок в целом. То есть, это металлурги. Ну, опять же, если у нас идет продажа, то идет продажа металлургов первых. Да, Северсталь не исключение. То есть, это общая рыночная, на мой взгляд, тенденция, что ли. Уровни для покупки по Северстале 388-369. Это очень хорошие уровни для того, чтобы удержать позицию до тех же самых 450. То есть, ожидая ход на рынках к максимуму, о котором я говорил в начале, я также ожидаю, что Северсталь покажет 450, ту же самую цену. Кость, про Северсталь что-нибудь добавишь? Ну, я добавлю, что если брать российские металлургические компании, то, сталелитейные, то, конечно, Северсталь выглядит наиболее предпочтительно. В том плане, что с фундаментальной точки зрения она, хотя не самая дешевая, но она реально наиболее устойчивая сейчас, на данный момент. Это абсолютно видно в акциях, потому что их волатильность по отношению вообще, как бы это сектор с большой бетой по отношению к рынку, и носит их вверх-вниз похлеще даже, чем энергетиков. Но Северсталь обладает меньшей волатильностью именно из-за того, что когда все рушится и валится и на ломка, и с ММК, и там Мечел сразу в пол убивают, потому что это самая слабая компания с долговой точки зрения и с других. Северсталь так не убивает, потому что она, все понимают, что она наиболее устойчивая сейчас, даже по отношению к НЛМК, потому что у НЛМК все-таки есть проблемы с денежным потоком сейчас, и, в общем-то, повыше оценка по текущим котировкам. Поэтому Северсталь, я вообще смотрю позитивно на Северсталь, я считаю, что на данный момент это хорошая компания. Но, конечно, если брать долгосрочную перспективу, тут надо ожидать просто восстановления рынка стали, именно глобального, потому что Северсталь — это в основном экспортная компания, экспортно-ориентированная. И, конечно, пока весь сектор в очень депрессивном состоянии. То, что мы видим, там цены, наметки роста цен пока не подтверждаются особо. Ну, есть там отскок по железной руде, по коксующемуся углю, а вот по стали особо роста нет. И вот в Америке сейчас цены такие имеют тенденцию скорее, если не совсем к обвалу, но, конечно, там падение замедляется, но тем не менее. Пока сектор депрессивный. Не нужно еще забывать немножко, добавлю, да, о любителях парного трейдинга. Какого? Ну, P-трейдинг и так далее. То есть, что у нас есть? ММК и НЛМК, которые очень низко, и есть Северсталь, которые, как и Сбербанк, стоят очень высоко. Да, погоду там или через какой-то период. Есть любители, которые сейчас продают Северсталь, покупают, соответственно, ММК. Да, то есть, ну, несущественная доля, но такие идеи есть. Но в целом, еще раз повторю, на мой взгляд, это просто рыночная конъюнктура, не более того. Неожиданно, но мы сейчас слушаем новости. Я вижу, Настя пришла, видимо, что-то случилось. А потом продолжим. Ну что ж, продолжаем, продолжаем, продолжаем разговор о финансовых токах недели на Финам. В эфире программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Значит, мы отвечаем на вопросы. Их еще есть у меня, как говорил один товарищ. И я прочту. Кстати, Костя отвечал, да, и коснулся энергетики. Вот по поводу ТГКшек есть вопрос. Юрий. Здравствуйте, уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, что-нибудь про ТГК-14. Я с вашего позвоня больше не продолжу чтение этого вопроса. Просто это очень слабая компания. Юрий, кстати, я могу ошибиться, конечно, Юрий, вы меня простите. Ну, вот очень часто, да, подобные нам какие-то ТГК-5, ТГК-14, ТГК-546. Где вы их находите? Пять лучше. Очень интересно, да. Там хоть идея какая-то есть. Да, да, да. Ну, простите, пожалуйста, комментарий не будет по этому мероприятию. Давайте вернемся к вопросам наших зрителей. Вот, теперь я так, я придумал так. У нас есть слушатели, те, кто слушают радио. И у нас есть зрители, те, кто смотрит наши вебинары. Практически телезрители. Вот один из телезрителей спрашивает, ну, это в продолжении разговора о валютном рынке, будет ли давить на евро количество смягчений 3, ну, видимо, американское, QE3, будет ли оно давить на евро? Паш, как ты думаешь? Давить, скорее, нет. Скорее, нет. Вообще, QE давит на ту валюту, где это происходит. То есть, она должна давить на доллар. Вот, если будет ЛТРО номер 3, тогда это будет давить на евро. Ну, собственно. Чем больше валюты, соответственно, тем она будет слабее. Ну, то есть, да, если очень просто на это смотреть, то программа количества смягчений – это что? Это печатание денег, да. Чем денег, денежная масса увеличивается, ну, соответственно, понятно. Так, ладно, дальше, 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 дальше. Дальше смотрю я на вопросы наших слушателей. И, так, сейчас, извините, про Роснефть мы ответили, да, насколько я помню? Про Роснефть мы ответили, что все будет хорошо. С Роснефтью все будет хорошо. В краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе. Ладно. Так, вопрос в актуальных программах я больше не нашел. Давайте тогда мы, учитывая, что уже последняя часть нашей программы, мы поговорим с вами о ближайших перспективах, событиях, я имею в виду, да, чего ждать на следующей неделе. На этой неделе, напомню, у нас было заседание Федрезерва, ничего там, собственно, ничем не закончилось. Ну, имеется в виду, ничем революционным, хотя и никто и не ждал этого, да. У нас сегодня вышел ВВП по штатам и, соответственно, мы увидели движуху. И вчера Британия тоже ВВП публиковала за третий квартал предварительно. Тоже оно неожиданно. Кстати, вот вопрос к вам, друзья. Забавно вчера связали вот этот неожиданный рост на 1%, да, британского ВВП, связали это с Олимпийскими играми. То есть Британия выходит из рецессии благодаря Олимпиаде. Сколько серьезно это вообще такое? Такие, я, ты на меня так смотришь, да, я читал, читал это в аналитике, между прочим, да, уважаемые люди писали. Да, почему нет, это, конечно. Это нормально? Да, это нормально. В Китае, когда была Олимпиада, то же самое было. Серьезно? Конечно. Когда Китайская Олимпиада была, это очень серьезный был вклад, в общем-то, в рост и промпроизводства, и основных инвестиций, основной капитал. Другой вопрос. А насколько долго это продлится, этот эффект? Нет, но этот эффект не имеет какого-то долгосрочного характера. Единочный эффект. То есть это вот предварительный ВВП, а уже пересмотренный, уже будет. Ну, это все равно, что, знаете, как была программа, помните, Cash for Clunkers. Да. То есть деньги за автохлам. То есть это приводило к взлету продаж автомобилей. Это влияло, естественно, на заказы товара длительного пользования. Это влияло на ВВП частично. Но потом-то пошло... Потом хлам закончился, да? Был спад. Да, да. Обычно. И опять все вернулось. Ну, то есть такой маркетинговый ход, да, в какой-то степени. Я понимаю. Хорошо. Теперь давайте вот о ближайших перспективах. Следующая неделя у нас еще... Какое там будет число-то? У нас уже начало ноября, но еще, собственно, не выборы. Выборы у нас в субботу через неделю будут. То есть две недели торгов у нас как минимум есть. Что там интересного мы будем ждать, Паш? Я не торгую, но новостной анализ, поэтому, ну, не так интересно, да, что там будет, какие события и так далее. Поэтому я привязывался просто к текущему... К текущей динамике, да, к текущему рынку. Ну, хорошо, текущая динамика с тобой, как она определяется? Как торговля в диапазоне, да? Если мы говорим про российский рынок, да, у нас консолидация уже достаточно долгая. Три месяца, ну, с начала июля, да, середина июля. Про российский рынок, я полагаю, что коррекция на американском рынке, по крайней мере, сейчас завершена. Я соглашусь с Константином, что 1380 S&P, ну, чуть повыше 1390. Возможно, коррекция, когда я говорю про золото, да, там плюс-минус два дня. Ну, плюс-два дня, возможно, там движение. Вот, в целом, я считаю, что коррекционная фаза на европейском и американском рынках, да, она завершена. Вот, соответственно, на этих рынках я ожидаю восстановления. Что касается российского рынка, здесь, ну, довольно-таки сложно, потому что, как обычно, да, мы ждем приток капитала, которого нет. Ну, и на этих ожиданиях мы уже сколько? Больше, чем полгода, ни туда, ни сюда. То есть можно ожидать на российском рынке какое-то движение вверх, но сложно, сложно. Я понял. Мы все ждем, а его все нет и нет, да? Да. Кость, что из событий все-таки? Ну, для меня, вот, например, на следующей неделе будет, наверное, самым главным событием интересное, вот, действительно, какие выйдут данные по Perils, то есть приросту рабочих мест и уровню безработицы в США, как раз они выходят. Они уже с учетом QE3 будут. Ну, тут я бы не сказал, что это прям так уж прям сильно влияет, вот в чем дело, просто для меня интерес вот в чем будет, потому что последние данные, они были просто фантастическими, просто фантастическими с той точки зрения, что уровень безработицы, который стоял с января, и когда Бернанке делал этот QE3 или QE Infinity, он говорил, что мы будем смотреть прежде всего на рынок труда, не на там рост ВВП или там какие-нибудь там розничные продажи, конечно, они на все смотрят, но прежде всего на рынок труда, и одним из важнейших составляющих имеет значение именно уровень безработицы, и он говорил, что вот посмотрите, все, что мы не делаем, фактически уровень безработицы там был 8,3, 8,1, 8,1, 8,3, ничего не помогает, а тут бах и 7,8, вот это да, только они QE запустили, сказав, что ничего не улучшается. И он предупредил, чтобы... Не надо, не надо так усердствовать в монетарных стимулах. Ну, конечно, безусловно, я считаю, что это по одному месяцу нельзя сказать о тенденции. Понятно, что вполне возможно, что мы 7,8 будем этот уровень безработицы видеть еще много-много месяцев, или там в этом районе. Понятно, что и QE3 никто не будет отменять в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, очень интересно, все-таки это было какое-то непонятно что, хотя, в принципе, из цифр нельзя сказать, что это был какой-то там, ну, внеэкономический какой-то характер. То есть это действительно, так, если по данным считать, действительно 7,8. Мне интересно, какая все-таки будет дальнейшая динамика. И потом, конечно, посмотрим, вот выборы состоятся, какая статистика будет все-таки после выборов выходить. Что-то как-то подозрительно. Они объявили QE, выходят... И захорошело сразу, да? Все хорошее, фактически, статистика. Там рынок жилья, ладно, он раньше уходил хорошим. Родичные продажи резко улучшились. Рынок труда резко улучшился. ВВП лучшие ожидания. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет после выборов. Как-то это подозрительно все. Ну, пока подозрительно. Пока подозрительно. Вот вопрос такой. А если все продолжат, ну, все данные будут такими же хорошими, лучше и лучше после выборов, что будет тогда? Ну, тогда я думаю, что, конечно, будет накопиться столько... Скажем так, позитива, что с одной стороны, многие игроки могут посчитать, а, ФРС сейчас будет, наверное, отказываться от своей мягкой риторики. Могут в своем комментарии сказать, что мы ставку не до середины 2015 года будем держать, а чуть-чуть поближе. Может быть, это даже повлияет вот краткосрочно очень негативно. Неоднозначно, да? Как в таких случаях мы все время говорим. Есть вопрос. Вопрос, касаемый отечественного рынка. В частности, нашей любимой валютной пары. Ну, она не главная пока еще, к сожалению, да? Но любимая. Доллар-рубль. Как вы видите, его движения ближайшие, конвульсивные. В пределах там, кратко, средние. Ну, надолго не будем загадывать. До конца года, Паш. Я ожидаю до конца года ход доллар-рубль в район 29-ти. О-о-о! Да, после чего мы будем наблюдать обратный ход, причем существенно лучше, да? Там 34-36. В район 49-ти. Ну, как-то так, да. То есть, сначала мы должны показать одни кризисные уровни, да? Чтобы потом получить другие. То есть, я ожидаю, по крайней мере, ноябрь, может быть, начало декабря укрепления рубля. Укрепление до 29-ти. Это серьезно, потому что у нас вот этот минимум, да, сентябрьский 30-50. И пока там все-таки такой уровень поддержки стоит. А 29-ть это еще полтора рублика, будь любезна. Если 30-50 мы проходим, то это простейшая проекция, да? То есть, это у нас 29. Нет, ну, следующий, да, как раз 29, чуть выше, то 20-10. Ты как сможешь на рубль? Ну, как, в общем, как мы на рынок, так примерно и на рубль-доллар. Ну, в принципе, логично. То есть, я с долгосрочным, скажем так, прогнозом согласен. То есть, если брать 13-й год, я считаю, что рубль у нас, к сожалению, будет ослабевать, так, в целом, по году. Вот, и средний курс там может быть такой, не очень приятный. То есть, он выше будет, чем текущий. Но, что касается вот ближайших перспектив, мне кажется, что рубль сначала завалится в район 32-33. То есть, сейчас, если я не ошибаюсь, где-то там 31-30, да? 31-30, да, ничего не так. То есть, будет движение такое 32-33 вот в этот диапазон. Ну, грубо говоря, может, на рубль упадет. Вот, потом, может быть, может быть, так как я смотрю, все-таки на декабрь более позитивно будет, наоборот, отскок по рублю. Вот, не думаю, что он будет лучше, чем те значения, которые мы уже видели. Мы видели значения, там, 30 с небольшим. Я думаю, что вот это лучше, что мы видели. Вот, а потом, все-таки, где-то потолок, там, 33-й средний, наверное, будет уровень по следующему году. Вот, а потолок, я думаю, что до 36-ти, в принципе, 35-36, вот так, 34-36, скажем так, это будет вот... Я понял. Ладно, спасибо, давайте закругляться. Небольшой анонс. Сразу после выпуска новостей вы услышите интервью Юрия Пранько со знаменитым британским журналистом Джоном Камфнером. Не пропустите. А мы с вами прощаемся. Спасибо моим сегодняшним гостям. Константин Гуляев, Павел Подилько. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание. Впереди выходные, поэтому отдыхайте. Российская...